всем привет начинаем сегодняшнюю нашу тренировку она будет посвящена разбору видео ученика случайным образом я определил что мы будем разбирать игру нашего пользователя с лимитом l100 регулярные столы если меня нормально слышно картинку видно то мы будем начинать напишите в чатках слышимость если все окей то мы начнем отлично давайте перейдем сразу работе с видео так надо сказать надо сказать что сегодня выиграла видео ученика с ником idm 07 насколько я понимаю его ник на покерстарс зима если вам нормально видно картинку не в полную версии да то есть вот так если видно нормально то мы будем разбирать так чтобы было видно чат и было видно флап зилу если вам как плохо видно статистику допустим или карты напишите мне про это в чат и я тогда просто разверну на полный экран записанное видео и буду озвучивать вопросы из чата ну чтобы вам было лучше видно картинку плохо видно ну хорошо значит тогда если понадобится флап зила я ее буду открывать а вопрос из чата я буду читать другого монитора так видно получше как я понимаю ну давайте прежде чем начинать на сбор быстренько разберемся статистикой вы видите в блокноте в правом нижнем углу хиро я написал первая строчка показывает общей тенденции игры его противника этот пипп фэр 3бет фолк на 3бет затем идут различные опенрейзы из различных позиций утг мп котов баттон сб также третьей строчки вы можете увидеть тенденции общей тенденции игры на флапе тёрни ривера конбета флапа тёрна ривера фолден и конбет так что еще здесь интересного в четвертой строчки чекфолды чекфолды в качестве префлопа панрейзера флоты общая агрессия ну давайте нескольких слов о статах хадис скажем что мне не очень ну да и в конце там идет также блок с фолдами на стил пол баттон на стил с б баттон стил б б б и так далее ну все видите на своем мониторе что здесь мне не очень нравится что здесь мне не очень нравится чего здесь не хватает ну мы уже разбирали как-то видео тоже игроков с аналсто видео игроков с более низких лимитов и я что тогда говорю сейчас вам еще раз скажу что вам желательно все статы которые помогают вам принять решение какой-то конкретной ситуации сводить в одну линию если мы если мы говорим про хад и какой-то отдельный поп-ап если мы говорим про поп-ап то есть вы должны оценить реакцию вашего оппонента какое-либо ваше действие ну скажем вот вы видите здесь фолды фолды на стил ухиро приведены в самом низу естественно вы должны оценить как ваш оппонент фолдит на стил как он три бетит как он после 3 бета скажем фолдит на 4 бет да как он может 3 бет сквизить то есть все что может произойти вот это на ваш стил вы должны вывести в эту строчку принимать более быстрые правильные решения ну опять же если говорить о каких-то общих статах допустим которые приведены в первой строчке в пи пфр 3 бет фолд на 3 бет вот эти общие статы они нам в целом должны помочь определить против какого оппонента мы играем то есть он фиш не фиш пассивный агрессивный телефонистый не телефонистый да там можно выбор круг туда же засунуть но 3 бет и фолд на 3 бет имеет смысл вывести немножко в другие строчки немножко в другие строчки опять же допустим вы хотите понять насколько лузово вашего оппонента можно перебить на 3 флот и вы вводите в такую строчку в отдельную строчку его показатели фолда на 3 бет ну скажем вот вы видите его рейсферсты да здесь есть open рейзы соответственно туда же в эту строчку было бы ну open otg mp cutoff button вот в эту строчку интересно было бы добавить предположим фолда на 3 бет в этих же самых позициях или просто общий фолд на 3 бет хотя бы его общий скажем 4 бет рейндж то есть чтобы понять на 3 флоп и быстро составить там какую-то прикидку сделать можно ли его лайтовый лузово 3 бет естественно более подробные статы вы будете выводить все в поп-апы но тем не менее желательно в хаде иметь какой-то минимальный набор набор статов которые позволят понять вам насколько широко вам можно заходить кулом в конкретной ситуации насколько широко можно 3 бетить ну как это делать вы можете ну я это уже подробно разбирался не хочу повторяться на прошлом видео где мы разбирали игру зум 100 найдете это видео в нашей видео секции сейчас же наверное по статам на 3 флопе все ну мне хад не очень понравился ну да ладно давайте смотреть видео мотаем начало да кстати говоря по поводу хада каким я себе его представляю какие места ты по моему мнению должны там находиться эту информацию вы можете найти также в нашей статье в разделе стратегия который называется расшифровка по словам статистические градации наиболее важных статов также в этой статье приведен приведен образец хада и достаточно небольшого хада компактного с наиболее важными статами что я еще хотел сказать а ну у нас сегодня собственно говоря присутствует достаточно много новых игроков на тренировке поэтому если вы еще не знаете куда вам пойти и где вам нужно начать обучение ваше то заходите в раздел стратегия там вы найдете мою интерактивную книгу и вы сможете начать комплексное структурированное обучение вы будете поэтапно изучать статьи от более простых к более сложным выполнять домашние задания сдавать проверочные тесты и также углублять затем полученные знания из раздела стратегия на наших тренировках так ну ладно хватит отступление давайте перейдем к видео так что у нас здесь происходит херу каким-то образом я так понимаю херу просто начал записывать сессию как я и просил не с самого начала а где-то из серединки ник мне его кажется знакомым возможно мы даже пересекали за столами где-то на 0200 сейчас он играет на 0100 что мы здесь наблюдаем на втором столе openrace 107 suited здесь ошибка так я не вижу какой бэдсайзинг но судя по тому что там светится 2 доллара пупап закрыл пупап закрыл размер openrace но что здесь нужно сказать уже openrace на префлопе я вижу у херу фишные оппоненты судя по всему помечены зелеными метками соответственно какая здесь ошибка при openrace пониженного размера херу здесь нарушает принцип концепции бэдсайзинга она описана в самой первой статье первого раздела стратегии то есть когда на облайнах сидят фиши соответственно когда мы знаем что мы чаще всего делаю openrace против них будем играть в позиции при этом за нами не сидит оппонентов которые могут заходить широко колом а оппонент на бат они не будут здесь играть широко колом потому что насколько я помню этот регулярный игрок тоже какой-то знакомый ник соответственно когда мы не ожидаем частых колов позиции против нас то есть мы сидим на кат-оффиках здесь мы не ожидаем что бат он часто зайдет в игру колом соответственно имеет смысл открываться повышенным бэдсайзингом openrace открывать минимум 3 больших блайндер можно больше в зависимости от конкретного фиша то есть здесь я бы открывал минимум 3 бб почему потому что нам выгоднее видеть больший банк против слабого игрока который играет против нас без позиции потому что мы либо его достаточно часто можем забрать без шоудауна либо конбетом либо баррелингом либо нам выгоднее видеть больший банк когда мы соберем сильную комбинацию соответственно мы будем делать ставки большего размера просто из-за того что на трефлопе мы уже сгенерировали банк большего размера большим паттайзингом openrace так давайте смотреть здесь какая-то понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас подyleм подписывайся на канал и подписаться! This W которые надо у вас Islam впервые силы